йоу всем привет с вами магии это видео блог магазина сникер хэд сегодня у нас новости погнали бодега решила порадовать всех фанатов adidas и их высоких хай топовых ретро силуэтов и фокус попали форумы 84 которые к сожалению продаваться не будут а будут какой-то механикой розданы друзьям и инфлюенсером интересно что эта модель возвращается потому что из ретро хай топов наверное самая самая такая яркая модель именно она в свое время боролась с air jordan 1 ну и как мы знаем ни к чему хорошему эта борьба не привела и победителя в этой драке мы тоже знаем поэтому двигаемся дальше на и козли продолжает радовать всех интересными релизами и сейчас для вдохновения была взята культовая камера под названием в x1000 от sony на которую двухтысячные снимались практически все скейт-видео очень много интересных отсылок на самой паре начиная от кнопочек play перемотки баланс белого и мне нравятся детальки где вставляются шнурочки наверху такие под тюльпаны сделаны короче здорово простой классный релиз серый с черным сочетанием отлично мне кажется стопроцентный солд-аут и что самое интересное точное попадание именно в скейтерскую активность такую легендарную можно сказать камеру поэтому мне нравится еще на аутсоли прикольно как будто горит красным зажженный рэк бренд из атланты а мама мамам а мама мамах а я по мама нет на бренд из атланты а мамонир делает коллаборацию с джордан да не просто с джордан она легендарной третьей модели давненько не было хороших трешек и вообще модель немножко ушла на второй план и как я понимаю в этом году ее будут возвращать это здорово пока что силуэты выглядят очень впечатляюще мне нравится шейп нравится классная кожа желтенькая подошва и на одном кроссовке джампман изменен на логотип этой компании простой классный релиз может именно таких нам и не хватает отличная кожа приятное сочетание серого с белым этот легкий состаренный желтый налет на подошву все выглядит очень эстетично мне вот такие модели трешек очень очень нравится если говорить о простых моделях кроссовок и расцветок которых нам и не хватает стоит сказать о undefeated и конверс две расцветки черные и белые как говорит костя практически ничего не изменено просто добавлен логотип undefeated но смотрится при этом довольно таки хорошо может быть мы реально зажрались уже всякими яркими дополнены кучей деталей моделей и не хватает чего-то простого адекватного понятного и на каждый день может быть это следующий шаг кроссовочной индустрии посмотрим из деталей стоит отметить только что убран фирменный логотип конверс сбоку и он закрыт просто на черный кружочек интересно в этом году если мне не изменяет память в третий раз будет коллаборация пумы и джеффа степла но в этот раз он не один прихватил с собой бренд atmos с которым выпустят собственно говоря модель на с юдах это тоже в третий раз потому что обе модели выходили именно на с юдах довольно таки интересная прикольная расцветка мне нравится что здесь добавились какие-то еще сторонние цвета кроме серого и вот этого розового но и они тут тоже присутствуют ну могу сказать что в принципе must have не так много крутых интересных следов за последнее время я видел поэтому эти бы я хотел наверное заполучить потому что мне модель действительно нравится они очень удобные и не надо знаете задумываться с чем сочетать летом легко впрыгиваешь своды шорты майка и погнали и третья расцветка выходит самый наверное бездарный пара от рэпера за этот год я извиняюсь конечно и тут проблема не с одидасом а боюсь проблемы в киткаде потому что парень не совсем понимает какое сейчас время и какие кроссовки необходимо что хочет народ хотя в свое время киткаде мне казался вообще супер стильным супер чувствующим тенденции но сейчас пусть это и самобытно но выскажу свое мнение мне просто это не нравится бренд портер знаменитый своими интересными материалами и сумками делает коллаборацию с вэнс и надо сказать это одна из наверное лучших коллабораций в плане сумок с компанией вэнс потому что ну во первых мы все прекрасно понимаем качество компании портер который она выпускает за которыми многими этими даже охотятся и они полностью выходят на солд-аут также интересно получить эту знаменитую вэнсов скую клетку на каких-то вещах от портер много разных сумок и несколько пар кроссовок все выглядит в одном стиле и мне честно говоря нравится но вот в темном в темном сочетании по интересней adidas продолжает свою историю с симпсонами мы уже говорили о кроссовках посвященных красти бургеру его закусочной далее не менее интересные и запоминающиеся серии помните серию где мо готовил горячий коктейль и скрывал от всего города секретный ингредиент который ему рассказал сам гомер это краткое содержание серии и кроссовки полностью посвящены именно этому напитку а вот вторые кроссовки посвящены другому уже детскому напитку из этого же сериала который пили бард и милхаус обе модели отражают все детали и второй напиток назывался по моему сквиши что-то такое ну знаете такие ледяные напитки которые невозможно пить быстро иначе у тебя замерзает мозги вот именно про него идет речь очень мне нравится что nike делает со своим air force one с каждым разом все прикольнее прикольнее проработано какие-то детали можно снять полностью вверх можно поменять с уши можно наклеить другого цвета детали можно стереть цвет в общем куча куча всяких опций которые раньше казались недостижимыми сейчас это становится супер просто и возможно и модели становятся только лучше следующая модель отличный пример это air force one которые как сказать дополнительным материалом к ним пристрочена бумага которая кладется в коробку чтобы упаковывать кроссовку но упаковочная бумага с надписью air force one будет пришита к верхней стороне и она очень легко отдирается и внутри вы получаете такие чуть пожелтевшие как бы винтажные air force идея просто сумасшедшая и стоит взять на заметку что может быть вообще все пары можно так делать обшивать их и показывать новая пара или не новая интересный кстати момент и по-моему это вообще впервые посмотрим что из этого выйдет но найку с появились детальные фотографии коллаборации клоты и air max 1 это на самом долгожданные кроссовки с прозрачными элементами их очень любят как и в азии так и в америке довольно много шума не сделали в свое время и вот сейчас очень очень сильно ожидается переиздание надеются что они будут выглядеть также как и первый релиз все осталось практически таким же как было единственное чуть видоизменили стельку и многие спорят были они на улайнер да и первая модель была на улайнер и эта модель на улайнер и вообще что такое на улайнер это кроссовки без подкладки это просто кожаная деталь которая не пришивается подкладка так что если говорить о размерном решение то стоит брать меньше наверное на пол размера потому что как раз столько подкладкой стелька у вас наверно заберет бэйп выпускает не на своей самой так сказать лучшей модели но это же она считается бэйп ста уже нового новой интерпретации в коллаборации со стэшем и кстати обещают нам что эти кроссовки выполнены из какого-то крутейшего нейлона и они waterproof у нас единственное что в этих кроссовках реально круто это стэш и то что они вот такого яркого крутого цвета и какой-то там вот прикольный материал мне именно этот силуэт мы не могу сказать что я в восторге так как бы ничего но вот классический бэйп ста это реально пушки а с вами был маги и видеоблог магазина не забывайте подписываться наш канал жаль колокольчик ставить лайки оставлять свои комментарии мир